Так, вышел Черный Арсенал. Что такое Черный Арсенал? Сезонное обновление. Я видел эту армию недовольных, но я их не понимаю. Наверное, стоило читать, что пишут разрабы, слушать, что рассказываю я на канале, а не ожидать того, чего вам никто не обещал. Как это вообще, играть в игру и не следить за новостями? DLC для Destiny 2 больше нет и не будет в том виде, в котором мы привыкли их видеть. Ведь вот, вся инфа на картинке, даже читать почти не нужно. Ну да ладно, всем не объяснишь, давайте к делу. Привет, Страж, с тобой снова канал Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни, и сегодня мы говорим о гринде, пушках из Черного Арсенала и Кузня. Да, гриндить придется много, как и три месяца назад на старте отвергнутых. Спасибо, хоть в этот раз на сюжетку отвлекаться не нужно будет. На старте дополнение и после того, как нас допустят в Черный Арсенал, нас отправят заслужить доверие. Как вы все прекрасно знаете, для этого нам нужно будет работать в Кузне, ковать древнее оружие, добывая чертежи и корпуса. Однако, большинству игроков новая активность оказалась не по зубам. Минимальный уровень силы для Кузнецы 610, так что для начала нужно было подкачаться. Кому-то это очень не понравилось, и в комментариях, и на форумах опять началось нытье о том, что играть им сложно. Сложно охватывать контент, которого по их же словам-то в игре и нет. В итоге, разработчики в очередной раз пошли на поводу у игроков и упростили вчера требования по уровню силы на 5 единиц. Насколько это ощутимо? Ну, у меня вот 614 силы. Вчера мы пыхтели в Кузне ровно в тот момент, когда ее обновили. И после перезалета через орбиту мы слишком просто закрыли третью волну и получили награду. Пулемет. Ну и что тут хорошего? Я сидел до раннего утра, качался, страдал, чтобы потом все упростили в угоду тем, кто играет в игру в режиме 3 часа в день? Really? Если это сезонная активность, недельная ли, такой она должна была остаться. Я захотел позадротить, вспотел и закрыл ее. А кто-то спокойно и не спеша прокачался чуть дольше и закрыл чуть позже. Кажется, так и должно было работать, иначе какой в этом смысл? Надеюсь, следующая кузница, которая открывается уже 7 декабря, завтра будет сложнее и так будет по нарастающей до третьей кузни. Это я так, высказался немного. Давайте все же к пушкам. На этой неделе вы можете получить 2 чертежа у Ады и выковать, собственно, 2 оружия. Автомат «Звонкий гвоздь» и пулемет «Акула-молот». Обе пушки легендарные, падают со случайным набором перков, а значит кому-то из вас повезет больше, кому-то меньше. Но общее представление у нас с вами должно быть одно. Пулемет вы получаете по первому квесту, завершив кузницу, а квест на автомат вы сможете взять у Ады после выполнения поручения на пулемет. Что я думаю об этих пушках? Ну, не делать же в самом деле полный обзор на них с отдельными роликами. Тут хватит пары абзацев и минуты геймплея. Автомат не нужен. Я, конечно, поиграл с ним один вечер, просто потому что все оружие из черного арсенала выглядит очень круто внешне, но практически его применять как-то непросто. Когда у нас есть шейлом, ага, чего мы зря его получали. Теперь любой новый автомат будут сравнивать именно с ним. А вот пулемет. Несмотря на то, что он легендарный, что по идее должно делать его заметно хуже Владыки Грома, я увидел несколько положительных отличий с экзотом. В первую очередь стабильность. Акула-молот просто валит свою пулеметную ленту в одну точку с минимальным отклонением. Но по ощущениям, то ли там аим-ассист ниже, чем конский асист Владыки Грома, то ли я что-то делаю не так. Но в пвп, разумеется, с него стрелять чуточку сложнее, чем с собрата экзота. Хотя пару матчей спустя... Как-то так. Но с ним очень комфортно в ПВЕ, в битве с желтыми и оранжевыми мобами. Например, в той же кузне или в налетах главное, что теперь можно взять пулемет и не занимать им драгоценный экзот-слот. А еще он и пустотный. Ведьмы в Гамбите отлетают на ура. Кстати, про экзот-слот. А где же новые экзоты? А путь к ним закрыт за семью замками. Ну или... за четырьмя. Вот он, загадочный сундук, который содержит в себе экзотический квест, разгадать который сейчас стараются все игроки. Где его найти? По пути в кузню сворачиваем под мост, находим небольшую пещеру и вот там открываем сейф с нужным нам предметом. Теперь смотрим, что это такое. На коробке четыре замка, каждый с особым символом. Один с символом черного арсенала и три это гербы семей, кто создавал оружие черного арсенала. Игроки до сих пор ищут способы открыть все замки, но на данный момент поддался только один. Для того, чтобы открыть его, вам нужно отправиться в кузницу, пройти первую волну и потом искать двух маленьких дронов. Такие же, которые создают энергетические защитные поля вокруг боссов на этой активности. Появляются они в двух местах и разбить их нужно в первые 10 секунд волны, потом пропадут. Один находится в дальнем углу пещеры, а второй на краю оазиса. После того, как вы разобьете дроны, просто допроходите кузницу, убивайте босса и получайте тот самый первый ключ. Вставляйте его в коробку и ждите следующего видео на канале Трипл Вайб, в котором я расскажу, как открыть остальные. А пока что на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить свой черный лайк, подписаться на канал и до связи.